Меня зовут Андрей Усков, я агроном-агрохимик отдела садоводства ЗАО Сахоса им. Ленина. Мы с вами находимся в саду, в котором выращиваются яблоки по интенсивной технологии. На данный момент мы собрали около 15 тонн стандарта, который непосредственно пойдет в продажу. Это летние сорта. А сейчас мы приступили к сбору осенних сортов. Это венеминовская и номерной сорт отечественной и белорусской селекции. Около 6 тонн мы также собрали на переработку на наши вкусные соки. У нас очень много разных сортов яблок. Вообще яблоки делятся на осенние, зимние, но еще летние есть. Но летних у нас мало, их, как правило, никто не хранит, сразу продаем. Осенние, которые сейчас идут, это яблоки уже более легкие, их можно 2-3 недели держать. Они очень хорошо продаются, и у нас преимущественны все-таки российские и белорусские сорта. Есть несколько сортов иностранных, но наши лучше. И вот этот год тоже, кстати, показал, что яблоки наши, они районированы, поэтому у них урожайность лучше. И они менее подвержены парше и другим болезням. Поэтому, особенно в этом году видно, что все-таки иностранные яблоки, не привыкшие к нашей территории, они не показали необходимого результата. В этом году мы произведем где-то 250-280 тонн яблок. Это меньше, чем в прошлом. Наши агрономы это объясняют тем, что сады более старые становятся, возраст их увеличивает. Соответственно, периодичность наступает. Есть такое понятие, периодичность, что год урожая, год не урожая. Ну, плюс к этому еще, конечно, весна была такая. Помнишь, если дожди залили, холодно было, и пчелы не летали, поэтому опыление должного яблони не получили, и поэтому урожая меньше. Мне кажется, это повлечет за собой уменьшение. Мы в прошлом году произвели 320, но в этом году, если 270 тонн произведем, то это будет прекрасно. Яблоки в этом году, ну, мы большинство, мы ставим перед собой задачу произвести стандартное яблоко, потому что его можно продавать. И в нашем магазине, если ты зайдешь, то можешь увидеть то, что мы сейчас собираем. И, в общем-то, их хорошо покупают, спрос на яблоки большой, потому что, несмотря на то, что яблоки свежие, отечественные, они все-таки вкусовые качества, их хорошие. И мы конкурируем с иностранными очень хорошо, при более низкой цене. Ну, вот сейчас мы начнем с 1 октября собирать уже зимние сорта, а это на закладку, на хранение. Их сразу мы продавать не будем, пока они должны полежать. Но я думаю, что вот это уже зимние сорта пойдут где-то с 1 декабря в продажу. И традиционно у нас они лежат вплоть до 1 мая. Вот эти новые сорта, белорусские, Олесия, Веселина, Зорка, хотя на самом деле это Зорька. Зорка, кстати, это осенний сорт, но вот сейчас мы его очень интенсивно собираем, очень сладкие яблоки. Все эти сорта, они хорошо лежат, и с ними можно работать. Они даже без, так называемого, хранения в газовой среде, без специальных каких-то использований, они лежат до апреля, некоторые даже до мая. Ну, при нормальном хранении, естественно, не в домашних условиях, а в том, как мы их храним в холодильниках. Это интенсивные сады, причем они совершенно разные, они в зависимости от, скажем так, региона, от интенсивности, ну, то есть количество саженцев на гектар, растений на гектар, они будут очень сильно различаться. Мы такой полуинтенсивный сад используем, он, видишь, на шпалерах. Весь в капельном полье, значит, у него другая система обрезки, количество саженцев на деревьях на гектаре, там, по-моему, 1200-1500 у нас. Вот, но есть сады по 3000, но они должны быть совершенно по-другому посажены. Вот, мы считаем, что у нас правильная посадка. Ну, опять же, много же зависит от региона. Ты видел, на наших садах нет противоградной сетки. А в южных регионах без нее практически невозможно выращивать хорошие стандартные плоды. Вот, в этом году, я думаю, урожайность будет с одного гектара 25 тонн, хотя можно добиваться и 50 тонн с гектара при другой интенсивности сада. Но там совершенно другие уже расходы, связанные и с закладкой сажен, ну, скажем так, плантацией и с обслуживанием плантации. В этом году мы интенсивный сад заложили еще 12 гектар. То есть, если мы так дальше пойдем, то у нас, ну, достигнем там 50-70 интенсивных гектар интенсивных садов. Традиционный сад обычно дает 6-8 тонн с гектара, а интенсивный в 5-6 раз больше. И поэтому гектар интенсивного сада, который, ну, правда, и в закладке он дороже, потому что шпалера, капельный полив, системы, которые позволяют домешивать различные полезные вещества, удобрения, они все достаточно дорогие. Вот, ну, это окупается при обменных условиях. Когда у нас были традиционные сады, там не было заложения, там все время нужно было рисковать, броновать и приводить в порядок, междурядную обратку проводить. При заложении, который ты видел, эта трава, там меньше расходов, потому что один раз скосить, ну, или там 2-3 раза скосить в сезон, это гораздо дешевле, чем все время пропускать бороны, опрыскивать. Ты видишь, вот сейчас не обработают, приствольные полосы не обрабатываются фактически, ну, то подкашиваются и все. А там была целая история традиционных садов, когда специальные фрезы были придуманы, ну, различные там механизмы, специальные садовые бороны, БДС-2,5 и БДС-3, которые работали достаточно интенсивно. А сейчас новая технология, которая позволяет экономить солярку, экономить трудозатраты, ну, и видишь, интенсивный сад все-таки производит более стандартные яблоки. Потому что с традиционного сада достать это яблоко, как правило, там 90% было нестандартно. То есть падало, снять было невозможно, а практически, ну, там 90% яблок, если нормальную технологию соблюдать, в интенсивном саду это стандартные яблоки, то, что можно продать и получить большой доход. Потому что все-таки на переработку мы сейчас покупаем в других регионах, из традиционных садов яблоки нестандартные, по 16-17 рублей. Ну, мы из Белоруссии сейчас возим яблоки. У нас, к сожалению, постепенно произошел дефицит яблок. Ну, традиционные сады выпадают. К сожалению, люди выходят из территории, поэтому никто их особенно не собирает. Мы из Орлапа мы покупали небольшое количество, из Белоруссии нам возят. Потому что весь юг, это же, скажем так, хорошее сырье, и поэтому все-таки большие сокопроизводящие предприятия закупают все яблоки, которые на юге производятся, у них много своих садов. В совхозе производили слабоалкогольный напиток, ну и плодово-ягодные вина. Ну, это был плодово-ягодный вина. И они делались на основе винного спирта и наших черноплодной либины, ну и яблочного сока. Потом, в 1986 году, если помнишь, была такая борьба с пьянством. И мы по распоряжению Центрального комитета партии и областного комитета вырезали свое оборудование для производства вина. Ну, и так его и не восстановили, потому что потом началась вот эта чехада с акцизами. Когда-то, в 1993 году, совхозу присудили штраф 4 миллиарда рублей тогда. Только за то, что прежнее руководство не прочитало указ президента, был такой указ 2270, который гласил, что плательщикам акцизов должны быть те предприятия, которые разливают вино. А мы в этот момент оказывались в лугу розлива. И прежнее руководство думало, что не нужно платить акцизы. А потом пришла налоговая полиция и повесила штраф 4 миллиарда. Где-то я уже... Они все ушли, и мы с молодыми тогда специалистами, которых сейчас теперь, скажем так, уже не молодые, выплатили долг. Да, 4 миллиарда мы выплатили. Ну, тогда было время другое. Тогда к производителям относились, ну, скажем так, с пониманием. Поэтому долг мы выплатили, нас никто не банкротил. Это сейчас ты за, скажем так, за совершенно меньшие деньги можешь обанкротить предприятие. Потому что государству уже не предприятия нужны, а, скажем так, чиновникам нужны земли совхоза. Тогда это было невозможно. Сейчас мы находимся в ситуации, когда ты же даже не знаешь, кому заплатить первому. То ли налоговой инспекцией, то ли там всем этим надзором. А их столько. Причем количество чиновников за последние 25 лет увеличилось в разы. И все они хотят что-то получить с предприятия. Поэтому предприятия вокруг умерли все. Все, отлично, классно. Что тебе надо еще? Я. Яблоко? Так, а можно? Есть возможность яблочко от него промыть, чтобы дать ему? Входя? Да, отлично. Все, спасибо, надо сказать, да? Спасибо. Спасибо. М-м-м, вкусно это. Все, говори пока-пока. Пока. Держим кулачки за Павла Михайловича. Отлично. Держим кулачки за Павла Михайловича. Продолжение следует... Продолжение следует...